Винновское пассажирское автотранспортное предприятие было основано в 1959 году. Сейчас оно обслуживает 19 маршрутов, проходящих по территории Ленинского муниципального района. Из них 8 межрегиональных, 9 муниципальных и 2 межмуниципальных. В начале встречи глава рассказал о своей работе в Ленинском районе. Непонятных для меня вопросов не существует в нашем муниципалитете. Слава Богу, у нас есть хорошая команда единомышленников, которые готовы осуществлять тот результат, который перед нами ставят жители, жизнь, собственно говоря, ну и, конечно, наше вышестоящее руководство. Одна из главных тем, которая волновала работников предприятия – уменьшенное с 1 июля количество маршрутов. Это привело к существенным сокращениям рабочих мест. Сотрудники обеспокоены перспективой остаться без работы. На сегодня транспортная работа компании соисполнителя выполняют две трети, мы – одну треть. Вот такая ситуация. Ни в одном регионе Московской области при участии этого соисполнителя такой ситуации пока нет. Поэтому, естественно, мы к вам и обращаемся с огромной просьбой. Это самый главный и больной вопрос для нашего предприятия. Проблема понятная, готов помогать. Все, что от меня зависит, я все силы приложу. Как обычно, были рассмотрены и личные просьбы граждан. Александр Чурсин, житель СНТ-поселения Горки-Ленинские, пожаловался на ржавую воду. По его мнению, водой такого качества пользоваться невозможно. Глава района пообещал разобраться в этом вопросе. По мнению сотрудника предприятия, подобные встречи не только помогают в решении насущных проблем, но дают возможность больше узнать о своем крае. Нужны полезные общения. И мы больше знаем, что у нас в городе творится, что строится, что планируется. Мы даже порой не знаем, где дороги пойдут, как пойдут. Поэтому надо обязательно, конечно, такие встречи вести. Директор предприятия рассказал, что последние несколько лет у коллектива подобной практики общения с главой района не было. А встречи такие необходимы. Они позволяют лучше понять работу администрации и решить важные вопросы. С моей точки зрения основополагающие самые злободневные вопросы сегодня прозвучали. И мы нашли какие-то возможности получить, так сказать, ответы на ряд вопросов, на которые Валерий Николаевич мог уже ответить. Ну и заручиться той поддержкой, что он с нашим трудовым коллективом и сделает все для того, чтобы наш трудовой коллектив работал так же, как он работал в былые годы. В следующем году Винновское ПТП отметит 60-летний юбилей. Глава района призвал собравшихся уже сейчас начинать готовиться к этому значимому для района событию. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.